Праздник для посёлка – это праздник всех жителей поселения. Юные горкинцы, учащиеся детской школой искусств, открыли торжеством. Праздник – это всегда поздравления и подарки. Многие внесли свой вклад в развитие поселения. Раиса Петровна Савельева, бывшая директор Дома культуры деревни Горки, сохранила и передала в историко-культурный центр трудовое красное знамя колхоза. Под руководством тренера клуба «Питбайк» спортсмены занимают призовые места. Участник Великой Отечественной войны Жуков Михаил Егорович в свои преклонные годы по-прежнему в строю. Без наших людей, без нашего сообщества, которое организовалось вокруг администрации, без активных людей, конечно, не было бы никаких достижений, не было даже такого праздника, мы бы грустно подходили. А так у нас вроде все нормально, очень много дел сделали. Сейчас вот единственное в районе мы строим, например, велосипедную дорожку. Сделали, мы сделали, наконец-то, красивую дорогу в деревне Петрушино. Туда сейчас можно пустить общественный транспорт. Детских площадок в этом году шесть новых вводим в действие почти в каждом населенном пункте. Обновляем спортивные площадки. И еще одна немаловажная победа – жители поселения. После 10 лет борьбы военный городок наконец-то стал открытым. Он передан муниципальную собственность. Мы надеемся, что та поддержка, которую нам постоянно оказывал глава администрации Ленинского района и особенно глава поселения Горки Ленинский Котов Александр Петрович будет продолжаться. И при той поддержке и при нашей инициативе все планы, которые мы себе строили в этом плане, осуществятся. Елена Добрина передала сердечные поздравления от главы района Олега Хромова, отметив, что городское поселение Горки Ленинские – одно из тех малых населенных пунктов, с чего начинается Россия. Приходил и уходил интерес к самому поселению Горки Ленинские. Они сохранили самое главное – свою самобытность, свою целостность, а значит, это большие патриоты своего родного края, Ленинского муниципального района. Праздники в Горках Ленинских всегда проходят с выдумкой, интересом, отличаются оригинальностью. День поселка 2015 – не исключение. На этот раз сюрпризом и подарком для всех стал календарь на следующий год с видами окрестностей поселения. Над этим календарем работали сотрудники нашей редакции газеты «Горкинские вести». Кстати, нашей газете в этом году исполняется 10 лет. И очень приятно, что нас в этот день тоже поздравили. Молодежь поселения не отстает от старшего поколения, включаясь в общественную жизнь. У нас активно развивается молодежная политика, создан молодежный совет. И от лица всего молодежного совета, от лица всего молодежного движения поселка Горки-Ленинские мы от всей души поздравляем наш поселок, желаем дальше развиваться, расти и украшать центр Ленинского района.